Мы все с вами выросли на сказках. Они пишутся для того, чтобы мир, в котором живут дети, был добрее и благосклоннее к ним. Вот и сказочница, сотрудница Юго-Астинского государственного университета Белла Джекаева, до сих пор верит в чудеса и создает все новые и новые произведения. В конференц-зале Юго-Астинского государственного университета собрались профессорско-преподавательский состав вуза во главе с ректором Вадимом Тедеевым. Руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Скворцов. Родные и почитатели творчества сказочницы. Все сказочники, они, наверное, философы, прежде всего, и психологи. Надо понимать детскую психологию, философию жизни в разном возрасте. И на самом деле это смелые люди. Я поздравляю вас с этим важным для вас днем и для нас для всех с презентацией вашей очередной книги. Спасибо. Как отметила Белла Джекаева, сказку она посвятила 160-летию гений осетинского народа Коста Ливановича Хитагурова. Это не первая книга автора, которая увидела свет сразу на двух государственных языках Южной Осетии – осетинском и русском. Каждый из выступающих отмечал необходимость появления сказок с целью духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений, расширения кругозора и образа мышления детей. Я книгу читал на русском языке. Читал я ее, как обычный читатель. И рассматривал ее только с одной точки зрения. Подойдет ли эта книжка моим вновь. Поэтому, если там и есть какие-то литературные шероховатости, я этого ничего не увидел. Я хочу сказать, что книга читается на одном дыхании. Это интересная сказка. Я считаю, что сказки интересные, неважно, в какой стране они написаны. Сказка ребенок рассматривает, интересно ему или нет. Я считаю, что эта сказка интересная. Я немножко знаю своих внуков, поэтому я книжку уважаю. Белла Джекаева поблагодарила всех, кто помог ей, чтобы это произведение увидело свет, а также всех присутствующих. Дорогие друзья, почитатели моего творчества, я так рада, что мы здесь все собрались в этом конференц-зале, который охотно нам предоставил наш уважаемый ректор Вадим Бутазович. Спасибо ему большое за это. И вообще спасибо ему за понимание, за поддержку. Вы, конечно, знаете, что он профинансировал мою книгу «Новогодние звездочки». И эта книга как бы заняла достойное место, третье место в премии на ФИ. Это честь для меня. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые внесли свою лепту в издание этой книги. Не было бы, конечно, презентаций, не было бы книги, если бы не девушка, наша соотечественница, которая профинансировала эту чудесную книгу. В настоящее время она живет и работает в Москве и по мере возможности занимается благотворительностью. Это Кабулова Анжелика Вадимовна. Спасибо ей большое и низкий поклон ей. К концу презентации книги было отмечено, что очень скоро при финансовой поддержке президента Республики Южной Осетии Анатолия Вибилова по мотивам сказки Джекаева и «Крепость Хетхага» появится мультипликационный фильм. Из книги в книгу, да, вот я сейчас замечаю, какой замечательный у нее слух. Хотя вот эти последние книги я не видела, вот здесь только увидела. Но очень заметно, да, как она растет и как растет ее слух, слух литератора.